Кормушки, пшено и морозный день. В городском парке Ахи собрались люди, чтобы помочь тем, кто наполняет лесной воздух пением зимой и летом, днем и ночью. Соловьи в северных широтах природой не представлены, но воробьи, голуби и снедери радуют ахинцев своими трелями. Все это специальная акция, направленная в первую очередь на то, чтобы юные и не очень горожане смогли выделить немного душевного тепла пернатым обитателям района. Эти кормушки, во-первых, готовят все вместе, дети, родители. Это уже хорошо. Во-вторых, мы, скажем так, наш парк украшаем кормушками и для птиц, которые здесь проживают, делаем хорошо. Поэтому я очень благодарен тем людям, которые сегодня пришли в парк и участвуют в этой акции. Главные участники акции – дети и их родители. Во всех дошкольных учреждениях к ее проведению отнеслись с восторгом. Папы обеспечили строительными материалами и возглавили процесс деревянного кормушка строения. Мамы отвечали за праздничный орнамент и наполняемость новостройки пшеном. У нас очень активно восприятие дети и родители приняли участие. Кормушек очень много, вы должны подвезти, стоим, ждем, собираемся. Кормушки будут самые разнообразные, красивые. Интересно, что на количество изготовленных кормушек действовало ограничение. Максимум 5 штук из одного детского сада. На самом деле их оказалось гораздо больше. Когда родители вспоминают детство, никакие запреты им не страшны. Наши родители питью не смогли обойтись. Это мы привезли только часть. Часть родителей уже развешали возле своих домов. Часть кормушек мы оставили, чтобы развешать их на территории детского сада. Порядка 25 кормушек изготовлено неуемными, творческими, фантазийными нашими родителями. За что хотелось бы вам сказать огромное спасибо, что поддерживали все наши начинания. Есть еще одна цель у организаторов – сделать городской парк зеленым, красивым и популярным. И чтобы здесь все чувствовали себя как дома. И люди, и животные, и птицы. Евгений Коньков, Артур Газизов, телекомпания ОТВ.